Здравствуйте, с вами вновь Алена Кэрролл, и мы сейчас рассмотрим 10 аргументов к направлению «Время перемен» из зарубежной литературы. Первое произведение Джека Лондона «Мартин Идден». Должен ли человек меняться вслед за окружением? Попытки подстроиться под чужие мнения далеко не всегда обоснованы логически. Если изменения влекут за собой отрицательные последствия, то необходимо отказаться от них, а не идти на поводу других. Это доказывает пример из романа «Мартин Идден». Главный герой, бедный моряк, встретил красивую образованную девушку и влюбился. Но она была из богатой семьи, поэтому он решил сначала стать достойным ее, а уж потом сделать предложение. Мартин стал заниматься самообразованием и вскоре превзошел Рут и ее окружение. Он изменился, но не получил от отмены ничего, кроме боли и разочарования. Развитый ум и богатый опыт открыли ему глаза на общество, куда он так старался попасть. Герой понял, что те люди ценили других только за успех, а не за знания или таланты. Возлюбленная тоже разочаровала его, ведь оказалась скантильной и с посредственным умом. Внутренний разлад Мартина привел его к самоубийству. Потеряв любовь и цель в жизни, он утопился. Попытки догнать окружение лишили его покоя и счастья. Фридрих Шиллер «Коварство и любовь». Однажды писатель и философ Вальтер сказал, попробуйте изменить себя, и вы поймете, насколько ничтожны ваши шансы изменить других. С ним нельзя не согласиться, ведь процесс саморазвития у каждого из нас протекает по-особому и часто очень тяжело. Например, героиня пьесы «Коварство и любовь» Леди Мильфорд с огромным трудом переборола свой эгоизм и потратила на это все силы своей души. Став содержанкой влиятельного человека из-за нужды в деньгах, Эмилия переняла некоторые его качества, стала жестокой, мстительной и циничной. Поэтому она намеревалась бороться за сердце человека, который ей понравился, не заботясь о его согласии и воле. Героиня думала лишь о своих желаниях. Однако знакомство с добродетельной Луизой изменило ее. Эмилия решила отпустить Фердинанда и уйти от герцога. Она уехала в монастырь, чтобы очистить душу. Зная, что герцог присваивает деньги своего народа, она тем не менее никак не может это исправить. Если раньше она была уверена в своей власти что-то изменить в этом мире, то после волевого решения уйти в монастырь она растеряла уверенность в себе и не смогла никак помочь ни Луизе, ни Фердинанду, ни народу, который обкрадывал герцог. Писатель Жит сказал, чтобы открыть новые части света, нужно иметь смелость потерять из виду старые берега. С этим утверждением трудно не согласиться, ведь без отваги и жертв не бывает открытий. Это доказывает пример из романа Робинзона Круза. Главный герой решился променять благополучную сытую жизнь на берегу на приключения в море, чтобы открыть для себя мир полный новых впечатлений. Шторм вынес его на необитаемый остров, где моряк прожил 28 лет. Все эти годы он не унывал, а осваивал богатство острова, поэтому и смог выжить. Изучая местность, Робинзон добился многого и сделал важное открытие, которое он впоследствии привез на родину. Он приручил диких коз, научился делать сыр, посадил зерно и смог получить потом муку и испечь лепешки. Из доступных материалов он создал себе дом. Благодаря своим наблюдениям он внес большой вклад в научное освоение открытых им территорий. Также он поделился соотечественниками, историями о быте туземцем и даже научил одного из них многому из того, что умел сам. Если бы Робинзон не отказался от прошлого ради неизведанного и таинственного будущего, он не смог бы стать первооткрывателем острова и многоопытным человеком, закаленным необычной судьбой. Гёте Фауст. Максим Горький однажды сказал, «Жизнь надо мешать чаще, чтобы она не закисала. С ним трудно поспорить, ведь перемены положительно сказываются на развитии человека, а вот застой всегда чреват деградации». Об этом писал и Гёте в пьесе Фауст. Главный герой прожил всю жизнь в тесной коморке, изучая разные науки. Однако в конце своего пути он был глубоко разочарован поверхностью своих теоретических знаний и недостатком жизненного опыта. Фауст осознал, что зря посвящал книгам все свое время и не досужился проверить знания на практике, покинув храм наук. Размешать рутину ему помог Мефистофель после пари с богом, благодаря которому Фауст получил еще один шанс и прожил совершенно иную жизнь. Он не только думал, но и делал. Все его знания нашли применение на практике. Он получил опыт и понял смысл бытия, способствовать развитию цивилизации, помогая людям делом. Разнообразные впечатления встряхнули героя, поэтому он отыскал ответ на мучивший его вопрос, не прибегая к изучению книг. Грегори Дэвид Робертс, Шантарам. Когда человеку необходимы перемены. Всем нам необходимо встряхнуться и начать все с чистого листа, если прежний путь завел нас в тупик. Так герой романа Шантарам, живя в Австралии, приобрел наркотическую зависимость и попал в тюрьму, поэтому решил измениться, убедившись, что жизнь пошла под откос по его же вине. Он сбежал из-под ареста и основался в Индии. Там он стал лекарем в трущобах и помогал людям бесплатно. Лин тратил все свои силы, борясь за здоровье бедняков и стараясь стать добродетельным и полезным для общества человеком. Ради этого он ежедневно претерпевал страдания и отказывался от комфорта, хотя давно мог позволить себе вырваться из трущоб. Но именно его добровольное самопожертвование способствовало духовному перерождению. Лин смог исправиться и найти счастье. Его пример учит тому, что перемены нам необходимы тогда, когда мы убеждаемся в том, что сделали неправильный шаг. Борис Виан, Пена Дней. Стоит ли менять себя ради любви? Это чувство не оставляет нам другого выбора. Оно само по себе меняет нас и заставляет идти на подвиги самоотречения ради избранника. Например, так произошло в романе Виана, Пена Дней. Колин женился на Хлое, но вскоре после свадьбы девушка тяжело заболела. Все благосостояние юноши, которого прежде хватало ему одному, стало стремительно таять, потому что его супруге нужны были лекарства. Автор аллегорически представил их в виде цветов, подчеркивая хрупкость и красоту героини. Колину пришлось отправиться на службу, где он страдал от вредных условий труда. Ему приходилось выращивать оружие, что истощало его собственный организм. Таким образом, из инфантильного и легкомысленного юноши Колин превратился в зрелого и ответственного мужчину, готового на все ради любви. Чувство к Хлое изменило его, и этот процесс вполне естественен. Если человек не будет меняться в отношениях, как же он сможет сыграть новую социальную роль, став отцом или матерью? Изменения в данном случае необходимы. Эрнест Хемингуэй «По ком звонит колокол» Как революция влияет на положение в стране? Зачастую революционные события создают волну насилия и агрессии. Когда власть неустойчива, процветает правовой нигилизм. Эту закономерность подтверждают многие исторические романы, в том числе и «По ком звонит колокол». Главная героиня становится жертвой фашистских фанатиков, которые безжалостно избивают и насилуют девушку. Мария была дочерью успешного человека, имеющего власть в городе. Поэтому ей мстились за привилегированное положение отца и ее финансовое благополучие. Фашисты в то время расправились не только с ней, но и с другими людьми, которые не разделяли их взгляды. Счет смертям шел на тысячи, ведь беззащитные женщины с детьми не могли дать отпора вооруженным бандитам. Самой Марии удалось чудом сбежать и примкнуть к партизанам. Этот пример доказывает, что революционные волнения ничуть не лучше войны. Они приносят обществу очень много трагедии. Антуан де Сент-Экзепери «Маленький принц». Почему человеку нужно меняться? Отсутствие изменений порождает застой, который засасывает все лучшее в человеке и оставляет внутри него пустоту, безмыслия, цели и желаний. Кроме того, свежие впечатления заставляют нас выстроить правильные жизненные ориентиры. Это доказывает пример из произведения «Маленький принц». Главный герой решил покинуть свою планету, чтобы увидеть мир и познать жизнь. Рутина и однообразие существования притупили его чувства и мысли. Только оказавшись на земле, он понял, как любил Розу. Но что важнее, он осознал, как она любила его, как нуждалась в его заботе. Маленький принц узнал, что такое дружба, ответственность, взрослый мир. Его кругозор расширился, как эмоциональный диапазон. Теперь он был готов по достоинству оценить то, что имел, и с новыми силами взяться за переустройство жизни. Человеку нужно меняться, развиваться, не стоять на месте, чтобы понять мир вокруг и постараться улучшить его. Майнрид. Всадник без головы. Как изменить свою судьбу? Для этого достаточно одного решительного шага. Переменные места и занятия. Например, главный герой романа «Всадник без головы», будучи богатым баронетом, все же решил переехать в Техас и стать мустангером. Человеком, который ловил и приручал диких лошади для продажи. Эта непрестижная работа была сопряжена с риском и очень трудна. Но зато Моррис смог вырваться за пределы своего окружения и узнать новый мир. Он научился добывать деньги своим трудом, познакомился с интересными людьми и обрел множество полезных навыков. Вместо скучной обывательской праздности в холодном климате Великобритании он получил насыщенную жизнь, полную приключений и свободы. Он изменил свою судьбу, оставив прошлое позади и открыв для себя новую страну, работу и любовь. Виктор Гюго. Отверженное. Может ли человек изменить свою судьбу? Ответ на этот вопрос зависит от готовности личности к переменам. Например, главный герой романа «Отверженное» твердо решил исправить свои ошибки и искупить грехи после того, как встретил доброту и понимание в мире, который ненавидел. Жанна приговорили к длительному тюремному сроку за то, что он украл еду для своей умирающей от голода семьи. В заключении он поклялся отомстить людям за унижение. Но когда он вернулся с каторги, то встретил священника, который спас его от повторного приговора. Когда Жанна привели к нему с украденными же у него вещами, епископ сказал, что это подарки и велел жандармам отпустить Жанна. С тех пор каторжник изменил свое отношение к миру, что стало ключом к другим переменам. Герой стал всеми уважаемым дядюшкой Мадленом, который помогал беднякам и способствовал развитию своего региона. Благодаря его промышленным открытиям сотни людей получили работу и достойные условия для жизни. Жанн смог направить свою судьбу так, как захотел, потому что был готов трудиться для этого. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Непременно нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ставьте большой палец вверх. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Еще раз вам напоминаю, что можно купить текстовой вариант этих аргументов, всего лишь переведя мне на карту 100 рублей. Спасибо. До свидания.